4 часа дня в Одессе. Обо всем, что известно нам к этому часу за минувшие выходные и первую половину дня сегодняшнего понедельника узнаете прямо сейчас в прямом эфире седьмого новости в студии Максим Малынов. Добрый день. Спецназ СБУ «Альфа» освободил экипаж турецкого судна «Махмед Юнлу», находившегося в порту Южного. Для этого пришлось пойти на штурм. Я напомню, что сегодня ночью с корабля поступил сигнал «СОС». Позже стало известно, что два члена экипажа избили руководящий состав и захватили корабль «Махмед Юнлу». Уже утром всех пострадавших доставили в больницу, а захватчики в полиции. Подробности об этом далее в сюжете. Мне сейчас передает режиссер, что выпуск еще не готов, этот сюжет. Мы покажем его вам в конце выпуска новостей. И переходим к другим темам. Сегодня в 19.25 мы к этой теме еще раз вернемся. В проекте «Вечер на седьмом» будем подробно говорить о том, как около Южного захватили судно, кто принимал в этом участие. И вы сможете также высказать ваше мнение, позвонив к нам в студию. Продолжаем выпуск. Одни дома. Небывалая операция по спасению животных. Жители Пятиэтажки на поселке Котовского всем домом освободили собаки-кошек из запертой квартиры, где они провели без воды и еды 11 суток. В спасении участвовали сотрудники полиции, ГСЧС, коммунальщики, волонтеры и съемочная группа «Седьмого канала». У Зинаиды Олеговны в руках топор. И она готова на все. Вместе с соседями пенсионерка собирается ломать закрытые двери квартиры, где заперто не меньше семи кошек и собак. Без воды и пищи они провели уже почти две недели. Кошки мямкают, собака скулит. Невозможно. Запах. Невозможно жить. Взяла топор, вот, чтобы вскрыть. Владелец квартиры Михаил Кваша, пожилой мужчина, вышел на прогулку и умер прямо на улице. Его родственников ищут до сих пор. Дом закрыт вместе с животными. Я вообще в шоке. Потом он говорит, что он нужен. Жильцы слышат вои, крики голодных кошек и собак и не знают, как им помочь. Звонили в мэрию, в полицию и в ЖКС. Везде говорят, что ради спасения животных вскрывать двери чужой квартиры не имеют права. Собака лает. Там коты орут. Если сейчас так будут трупы, это будет просто катастрофа. Это может международный скандал. Вызволять пленников. Прибыли представители общественной зоозащитной организации. Волонтеры боятся, что уже опоздали. Без еды животные могут прожить до двух недель. Без воды гораздо меньше. На место приезжает бригада ГСЧС. Спасатели готовы вызволять животных. С помощью кувалды и лома они в течение нескольких секунд взламывают двери. В квартире собаки, кошки и новорожденные котята. Все живы. Они истощены, напуганы, прячутся от людей и с жадностью бросаются на еду. Иди сюда. Животных сначала накормили и напоили. Теперь жильцы по очереди выносят их на улицу. Кого в корзинах, кого в руках. У ворот парадной весь дом. Всего семь котов и две собаки. Которые 11 дней просидели без воды, без еды. Спасенных кошек и собак отвезут в ветклинику. Где они пройдут обследование и при необходимости получат медицинскую помощь. Теперь для животных, которые остались без дома и без хозяина, будут искать добрые руки. Юлия Федорова, Елена Ионова, Игорь Казанжи. Седьмой канал. Заниматься спортом и покорять новые вершины в Академии связи появился скалодром. Особенность его в том, что открыла его девушка, которая два года назад бежала от войны из Донецка в Одессу. На новой площадке смогут заниматься не только студенты, но и дети-переселенцы. Наш корреспондент Анастасия Кожушка попробовала альпинизм на себе и расскажет нам обо всем по порядку. Ольга покоряет горы с восьми лет. Сначала ей это просто нравилось, а потом закрутилось. Девушка выиграла не одно соревнование по скалолазанью. Она мастер спорта и член сборной Украины по ледолазанью. Раньше занималась спортом у себя на родине, в Донецке. Но после того, как над ее домом пролетели первые снаряды, была вынуждена переехать в Одессу два года назад. В первую очередь боевые действия, плюс я была беременна, у меня сын уже одессит, родился в конце июля 2014 года. Ну и просто сюда приехали на сезон, как очень многие ехали, с расчетом, что уедем домой. Ну так и остались. С двумя маленькими детьми на руках обустроиться в чужом городе было непросто. Но Ольга сумела найти работу. А еще приняла участие в проекте «Новый видлик» и выиграла грант на постройку скалолазной стены в одном из одесских вузов. Мы дома в Донецке, периодически по школам, по техникумам и институтам строили небольшие стенки, там на одну-две дорожки, чтобы могли заниматься дети. Я не совсем сначала рассчитывала, чтобы получится выиграть, потому что хорошую большую стену стоит построить очень дорого. Но всех убедил мои расчеты, что я смогу это сделать, социальная составляющая. Я выиграла грант. Четыре трассы разной сложности. Высота 7 метров. В Академии связи скалодрома раньше не было, поэтому в университете с радостью дали согласие на установку конструкции. Я рад, что появились инициаторы, которые не только проявили инициативу, а хватило и выдержки. Все это дело довести до конца. Я хотел бы им пожелать успехов всяческих в их работе. Ну и, конечно, чтобы были сами здоровы. Заниматься здесь будут не только студенты и коммерческие группы, но и те, кто не может себе этого позволить. В том числе и особые дети, которым ледолазание поможет восстановиться. Я очень хочу социальную составляющую вести, чтобы занимались детки-переселенцев, местных, малообеспеченных и многодетных семей. В день открытия скалолазной стены попробовать свои силы смог любой желающий. Ректор Академии связи Петр Петрович тоже не упустил такой возможности. Потом вы развяжете? Конечно. И вас даже отпущу. Смотрите, за веревочку вы не держитесь. Да, понятно. Вы руками, ногами только на зацепочке. А вот так, да? Да. И пытаемся аккуратненько. Андрюш, жестко. Ножки, да. И выпрямляем ножки ручками дальше. Да. Попробуем дальше. Ну, если Петр Петрович смог залезть на эту стену, я тоже попробую. Ну, ощущение непередаваемое. Было немножко страшно. И с учетом того, что я не по-спортивному одета, было безумно неудобно. Но я думаю, возможно, попробую еще раз. На первое занятие уже можно смело записываться. Тренировать всех будет лично Ольга Гус. Анастасия Кожушка, Валентин Мирза, Седьмой канал. И мы возвращаемся к первой теме этого выпуска. Напомню, что спецназ СБУ «Альфа» освободил экипаж турецкого судна «Махмед Юнлу», находившегося в порту Южный. Для этого пришлось пойти на штурм корабля. Напомню, что сегодня ночью с корабля поступил сигнал «СОС». И позже стало известно, что два члена экипажа избили руководящий состав и захватили судно. А уже утром всех пострадавших доставили в больницу. Вот что известно к этому часу, расскажут мои коллеги. Сигнал «СОС» турецкого судна «Махмед Юнлу» поступил вчера в 23.25. Два члена экипажа устроили в капитанской рубке драку, нанеся травмы коллегам. Часть экипажа забаррикадировалась, спасаясь от нападавших. Взяли железный нож и атаковали. Были сильные удары. Вот здесь у меня самая серьёзная рана. У капитана здесь и здесь. У меня глаза. Большая проблема вот здесь. Взбунтовавшиеся члены экипажа обесточили балкер и взяли в заложники пятерых. Судно, которое шло транзитом через Южный из Николаева к выходу из Чёрного моря, легло в дрейф неподалёку от входа в порт. Диспетчеры вызвали буксир «Чемпион», который пришёл на помощь и оттянул судно дальше от камней. На место прибыли СБУ, пограничники, полиция и ГСЧС. Медики развернули две операционные. В порту дежурили три бригады хирургов. Изначально была информация, что на судне могут быть погибшие. Мы с подразделением по бестерроризму и «Альфой» выехали, вышли на судно. И провели спецоперацию, в ходе которой задержали двух подозреваемых. И освободили всех членов экипажа. Это не носит какой-то террористический акт. Это не террористический акт, это просто попытка захвата была судна членами экипажа. В больницу Южного доставили пятерых членов экипажа. Только в одного помещника капитана є поранение шкири головы. Причому, мы сейчас делаем рентген снимок, или нет ни сквозных, или нет поранения кисткового. А ножевых поранений там нет ни у кого. А какие? Ушкоджения шкирных покроев. В одного из них мы подозрим прелом кисток перед плечами. В основном, такие травмы, которые одерживают подчас бийки. Тем временем, двух турок, захвативших корабль, забрала полиция. На место событий также прибыл представитель турецкого консульства. Сейчас судно охраняют пограничники. Александр Полуев, 7 канал. Ну а к этой теме мы еще сегодня вернемся в 19 часов 25 минут. В прямом эфире смотрите проект «Вечер на седьмом». Будем подробно говорить о том, как около Южного захватили судно. И также будем готовы выслушать ваше мнение. Будем работать в прямом эфире со звонками в студию. А тем временем в Одессе прошел первый фестиваль света в Украине. Во время Одесса Лайтфест центральные здания и исторические памятники превратились в настоящие экраны и показали на некоторых художественные световые объекты. Своими глазами все видели наши корреспонденты. Гоголь, Пушкин, Ахматова выглядывают из окон дома на Приморском. Это здание на несколько дней превратилось в огромный кинотеатр. 222-й день рождения Одессы отпраздновали открытием первого в Украине фестиваля света – Одесса Лайтфест. Историю города рассказали светом и музыкой. На День города мы, конечно, берем историю об Одессе и хотим передать ее традиционные образы в современной интерпретации. И 12 стульев, и люк номер 2 всем известный, и песни Утесова, и Ботемкинская лестница, и фестиваль колясок. Бороться за главный приз фестиваля будут участники из семи стран. Александр со своей командой приехали из Беларуси. Для них это первый опыт участия в таких конкурсах. Свой 3D-проект создавали около месяца. Но больше всего времени, говорит мужчина, потратили не на дизайн, а на разработку самой идеи. У нас была очень сложная дилемма, когда мы создавали свой проект. Мы думали о социальном, мы думали о самой Одессе. Но в конце концов мы решили, что во главе угла мы поставим все-таки человека. Кто он такой в нашем проекте? Человек ищет себя. Второй день фестиваля прошел на Думской. Тысячи одесситов пришли на это посмотреть. Была очень яркая реклама светового шоу. Услышал, что лазерное шоу, просто пришел пострее. Даже не могу себе представить, что. Хочется увидеть то, что обещали. Это же первый все-таки фестиваль света в Украине, насколько я слышала. И интересно посмотреть, что из этого получится. Одесский фестиваль света шел три дня. За это время успели показать десятки 3D-шоу. Лучшую команду определят в ближайшие дни. Украинцы начали интересную традицию. Ведь кроме призов, страна-победитель будет принимать следующий фестиваль света. Анна Грынев, Марья Мальхасан Али, Валентин Мирза, Игорь Буренко, Седьмой канал. На минувших выходных в Одессе прошел всеукраинский авиафестиваль. Для полетов пригласили 20 пилотов со всех уголков нашей страны. Что интересно, самому молодому участнику 24 года, а самому старшему 77. И это обе женщины. Такие авиашоу очень важны, потому что в данный момент малая авиация находится в значительном упадке. Сейчас нет финансирования, нет помощи молодым пилотам. Молодежь не завлекается. Участники авиафестиваля могли насладиться авиашоу, сфотографироваться с самолетами, даже стать настоящими пилотами, записаться на обучение в специализированную школу. В Литературном музее 3 сентября презентовали новый выпуск Одесского календаря. На сей раз в центре внимания одна из первых улиц нашего города – Екатерининска. На календарных листах интересные факты и малоизвестная информация о ней. Каждый календарь посвящен истории одной из улиц Одессы. Описывает все дома, всех людей, все организации, которые на этой улице находились. Каждый новый год в этом календаре начинается именно с сентября месяца. Таким образом, составители показывают, что Одесса – как отдельная планета, и здесь жизнь течет совсем по-другому. Календарь давно стал предметом коллекционирования. Многие одесские гиды используют его для экскурсий. Ну и пока на этом у нас все. Следить за новостями седьмого канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и социальных сетях. Если же вы стали очевидцами интересного события, звоните в редакцию седьмого по телефону 726-3226. Больше информации в 6 вечера. Ну а буквально через час в 17 часов 25 минут встретимся в студии программы «Вечер на седьмом». Поговорим о поджоге телеканала «Интер». Обещаем много интересных комментариев и будем готовы выслушать ваше мнение. Продолжение следует...